всем привет вы на канале баранки гну меня зовут карина и сегодня я покажу вам как из кокоса приготовить такие полезные продукты как кокосовую стружку кокосовые сливки и кокосовое молоко я взяла три кокоса небольшого размера как мы определим качество кокоса при встряхивании должен быть слышен звонкий всплеск жидкости если этого не слышно то его мякоть будет абсолютно сухой место где расположены три характерные дырочки надо осмотреть с особым вниманием так как оно загнивает в первую очередь не должно быть никаких признаков плесени поверхность кокоса должна быть равномерно не иметь трещин сколов и пятен происхождение которых трудно объяснить для начала мы выльем жидкость из кокоса находим самую мягкую дырочку берем удобное приспособление я для этого взяла отвертку и просверливаем отверстие это делается довольно легко две другие дырочки очень плотные и просверлить вы их уже не сможете убираем лишние остатки я вставляю трубочку внутрь через которую свободно попадает воздух и жидкость беспрепятственно вытекает вот такое количество у меня получилось из одного кокоса теперь я вооружилась небольшим молотком и стучу по всей поверхности кокоса для того чтобы в дальнейшем внутренняя мякоть легко отделилась от твердой скорлупы бью таким образом минут 10 далее я намечаю место водой где буду раскалывать кокос и узкой стороной молотка я бью ровно по той линии которую наметила до тех пор пока мы не услышим характерный треск кокоса вот посмотрите он с легкостью разломился там где мы пили теперь делаю надрезы ножом для того чтобы легче вытащить мякоть из кокоса будьте аккуратны не повредите ваши пальцы посмотрите мякоть хорошо отделяется вот такое количество у меня получилось из трех маленьких кокосов я беру овощечистку и удаляя внешнюю кожицу в итоге у меня получилось примерно 550 граммов мякоти теперь я разрезаю ее на квадратики для того чтобы блендера удобнее было справиться частями отправляем блендер и заливаем водой если у вас высокий большой стакан блендера то можете сразу все перемолоть но я это делаю в несколько этапов чем меньше получается крошка тем лучше поэтому дополнительно я вооружилась старым блендером и пробиваю его еще раз на миску кладем душлаг и застилаем марлей выливаем получившуюся кокосовую кашку и таким образом у нас стекает молоко а весь жмых остается в марле здесь нужно хорошо потрудиться руками и максимально отжать жмых рекомендую попросить о помощи более сильные руки полученное молочко оставляем миске и накрываем его пленкой оставляем в холодильнике минимум часов на 8 а кокосовую стружку можете подсушить при 50 градусов в духовке примерно час-полтора готовую стружку хранить лучше в герметичном контейнере в холодильнике на следующий день достаем миску из холодильника убираем пленку и посмотрите весь сгусток который получился сверху это и есть кокосовые сливки аккуратно достаем их из молока срок хранения сливок и молока 1-2 дня поэтому если вы не планируете использовать их сразу то можно заморозить и так из трех небольших кокосов у меня получилось 450 граммов стружки примерно 180 граммов кокосовых сливок и 750 миллилитров молока если вы хотите получить кокосовое масло то в этом случае кокосовые сливки прожариваются на сковороде в результате образуется небольшой сгусток это так называемый жмых и отделяется кокосовое масло но уже будет чистым и прозрачным но на своей кухне я чаще использую кокосовые сливки поэтому не выжариваю масло кокосовую стружку я добавляю в каши или крем и либо перемалываю ее в муку и добавляю выпечку на кокосовом молоке также можно готовить каши или какао все кому понравилось это видео ставьте пальчики вверх и не забывайте подписаться на наш канал а также нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски всем желаю удачи в приготовлении до новых встреч